Привет, с вами Андрей Санар, и сегодня будет долгожданный мастер-класс по байдарочной гребле от Сергея Петрова, основателя тайм-триала, мастера спорта, чемпиона мира по рафтингу и просто человека, который знает о байдарочной гребле всё. Не буду долго затягивать, погнали на природу. Вот наша самоизоляция. Речушка, которая течёт по нашей деревне, и погоды хорошие. А давайте я вам расскажу, как правильно грести на байдарке. Для начала несколько общих слов. Вот байдарочное весло у меня в руках. Какие вообще бывают весла? Прежде всего, наверное, весла делятся на, скажем так, для гребли спортивной и гребли отдыхательной, туристской, расслабленной, рыболовной. Ну, что-то типа того. Как правило, весло для простой, неспешной отдыхательной гребли, оно более длинное, более простое, дешёвое и, как часто бывает, неразвёрнутое. Что такое развёрнутое и неразвёрнутое весло? Вот у меня в руках весло «развёрнутое». Это что значит? Это значит, что лопасти находятся в разных плоскостях. Правое весло управило лопасти, левое имеет разные плоскости. Для чего это нужно? Ну, смотрите, я гребу одной стороной весла, левой, допустим. А в это время правая сторона движется относительно воздуха ребром. Вот, ребром. Таким образом, когда нужно грести на скорость, да, это важно. То есть, каждое такое движение, оно создаёт, если бы оно было неразвёрнуто вот так, что дополнительное сопротивление воздуху, воздуха, и грести было бы сложнее. А так оно продвигается ребром, сопротивление меньше и легче грести. Это одно, но не только это. Дело в том, что, когда человек ещё не очень хорошо научился грести, он максимально облегчает себе задачу. А чтобы это сделать, легче было грести. Руки, как правило, новички всегда так делают, они гребут, не поднимая рук. Вот, руки находятся на уровне живота. И вот таким образом, вот таким образом, как я сейчас, вот они так гребут. Почему они так делают? Потому что так легко, легче грести. Руки не надо поднимать, мышцы не напрягаются. Человек сидит расслабленно, спокойно гребёт. Поскольку весло горизонтально расположено, то с него не стекает вода к кокпиту на человека. То есть, вот если весло поднять, как вот так, например, да, то вот вода течёт прямо на меня. И даже некоторые манжеты, которые здесь делают на таких веслах длинных, они не помогают, всё равно часть воды попадает. То есть, при спортивной гребле, когда весло надо поднимать, я ещё расскажу об этом чуть позже, вода неизбежно оказывается в кокпиту. Если же весло не поднимать, а агрезонтально грести, то, вот как сейчас я, то вода не стекает в кокпиту, она стекает за кокпит в лодке. Поэтому такая гребля, она допустима, если человек не стремится к тому, чтобы грести эффективно, чтобы лодка двигалась с большой скоростью и так далее. Так можно часами грести, совершенно расслабленно, и для многих этого достаточно. Но если хочется научиться грести качественно, иметь большую скорость, технику гребли поставить себе, то, конечно, такой способ не годится. Нужно научиться грести правильно. Что такое правильно? Прежде всего, это означает то, что прикладывать усилия при гребке нужно максимально эффективно. Когда руки опущены, это сделать невозможно. Нужно, чтобы работали не руки, потому что в таком положении гребут только руки. Даже корпусом поворачивать и стремиться, чтобы приложить усилия к лодке, все равно получается через руки. И руки устают, они не могут такое усилие приложить к воде, потому что кинематика так, человека так устроена, что в таком положении рук не может большое усилие приложить при гребке. Необходимо руки поднять. Прежде всего, верхняя рука. Верхняя рука должна быть расположена при гребке на уровне лица, даже чуть выше. Нижняя рука вытянута и прямая. Корпус должен быть развернут в сторону нижней руки. Примерно вот так. Корпус нельзя наклонять назад, он должен ставить ровно и даже может быть чуть-чуть наклонен вперед. При этом локоть верхней руки обязательно должен быть поднят таким образом, чтобы примерно оказываться на уровне плеча. Ни в коем случае не опускать его вниз. Если он будет опущен вниз, то гребка эффективного толчка верхней рукой не получится. Локоть должен быть на уровне плеча. Плечо, локоть, кисть. Это горизонтальная плоскость. И таким образом, если это будет именно так, как я сказал, можно этой рукой толкнуть, толкнуть с разворотом корпуса, толкнуть верхнюю руку вперед. Выпрямлять ее нужно в центр лодки. Ни в коем случае не вверх. И не делать переход руки в сторону, в другую сторону, через горизонтальную, вертикальную плоскость лодки, которая проходит по центру лодки. Эта рука не должна переходить. Есть техника гребли, гладкой гребли, когда верхняя рука переходит сюда. Ну, это для гоночных лодок, для туристских лодок это не нужно. Мы разобрались с верхней рукой. То есть верхняя рука толкает плечо, причем толкает плечо через локоть, через выправление верхней руки, вот так вот, толкает верхнюю лопату вперед. В это же время нижняя рука прямая обязательно. Почему прямая? Потому что мы нижней рукой тянем, плечом тянем через локоть, прямой локоть, кисть, кисть тянем нижней рукой. Если мы эту руку будем согнутой держать, то нам придется тянуть согнутой рукой. И тогда у нас мышцы работают руки, а не спины, если эта рука будет прямая. Рука прямая, и мы тянем плечом за счет спины, за счет поворота в корпус. Вот примерно вот такая требования должна быть. У меня немножко коротковатое весло для этой лодки, поэтому полноценное показать, к сожалению, не могу. Ну, давайте я тогда уж расскажу про длину весла. Вот это весло у меня, которое у меня в руках, имеет длину 205 сантиметров. Оно у меня уже почти 20 лет, и я им пользуюсь практически на любых лодках. Если у вас только одна лодка или две, там, каких-нибудь равноценных, да, то лучше подобрать весло под конкретную лодку. Как это сделать? Ну, во-первых, хват весла. Хват весла, расстояние между руками. Самый простой способ – это поднять весло над головой, так, чтобы предплечье были горизонтально, вот, а угол между, угол в локте был 90 градусов. Причем руки должны быть вертикально расположены, вот, примерно вот так. Вот этот хват будет оптимальным. Теперь, если вы гребете вот в том стиле, в котором я вначале говорил, неразвернутым веслом и расслабленно, на уровне живота, то надо, примерно, представить себе, что вот вы сидите, вот у вас в таком положении вы хотите сделать грибок, и в этом положении нужно, учитывая высоту горта, понимать, что в этом положении лопата должна находиться в воде. Вот видите, она у меня не в воде. То есть мне надо, примерно, в таком положении, чтобы весло было, вот, примерно так, да? Вот. Тогда, тогда у меня весло в воде. И тогда я беру середину своего хвата, измеряю вот это расстояние, умножаю на два и получаю свою длину весла. То же самое можно сделать и для спортивной грибы. То есть если мы возьмем вот в это наше положение, исходное, да, вот, и в этом положении, в исходном положении, когда корпус развернут, рука нижняя выпрямлена, верхняя вот примерно на уровне лица, по высоте угол где-то 90 градусов, примерно, вот в таком положении, лопасть должна быть почти в воде. То есть как минимум касаться воды. То есть то, что я делаю, я вижу, что у меня весло для этой лодки коротко. Еще сантиметров 10-15 мне нужно добавить. Поэтому, если бы я выбирал весло для этой лодки, я бы выбрал где-то 220 примерно. И это было бы весло для этой лодки идеально. Вот, теперь по поводу развертываемости весла. Дело в том, что разворачивают весла не только для того, чтобы уменьшить сопротивление лопаты, воздушное сопротивление. Есть еще один момент, который, наверное, даже важнее, чем этот. Вот, смотрите. Я сделал грибок правой руки. Я держу весло правой руки. Сделал грибок. После этого мне надо руку поднять, чтобы сделать другой грибок с левой стороны. Я его поднимаю. И, видите, если бы у меня весло было не развернуто, то вот эта лопата у меня была бы вот так вот расположена. То есть она была бы вот так вот. И я бы не смог сделать грибок. То есть, когда я поднимаю весло, лопата автоматически разворачивает так. И если это весло развернуто, то вот эта лопата становится в нужном положении для грибка. Сделав этот грибок, я продолжаю движение. Эта рука у меня неподвижна на древке весла. Поднимаю эту лопату вверх. И здесь у меня, когда эта рука опускается, весло проворачивается в левую руку. Я делаю снова грибок. То же самое, проворачивается грибок, проворачивается в левой руке, грибок и так далее. То есть весло я держу правой рукой неподвижно, а в левой руке оно у меня постоянно во время смены сторон все время крутится, проворачивается. Вот, это так называемый правый разворот. Некоторые по-другому считают. Правое, левое, это все просто термины. Правый разворот, левый разворот. Неважно. Давайте отговаривать о том, что в какой руке древко весло неподвижно. То есть если весло неподвижно в правой руке, то это один разворот. Но не всем это удобно. Некоторые любят держать весло левой рукой. И тогда этот разворот уже не подойдет. Почему? Вот я держу его в этой руке, делаю грибок, поднимаю, поднимаю и вижу, что... А здесь-то у меня нету грибка, да? Потому что разворот в другую сторону. Для того, чтобы грести другим разворотом, нужно лопаты иметь либо они должны быть под 90 градусов и симметричные. То есть нет... Здесь-то разница есть, да? Вот одна лопата, одна сторона лопаты, она для грибка, а другой стороной, как бы, ну, не грибок. Но если лопата симметрична, то это без разницы. Можно грести левой рукой, как я сейчас это делаю, как бы, с неправильным разворотом, да? Поворачивая весло левой рукой. Вот. Но поскольку весло у меня все-таки не симметрично и более того, оно не симметрично еще с точки зрения самой формы лопаты, да? Вот эта сторона вниз, а эта сторона вверх лопаты. Нельзя грести наоборот. То есть, если я переверну его, то видно, что верх стал низом и грести так лопата такая не предназначена для того, чтобы так грести. Вход весла в воду становится другим, менее эффективным. Поэтому это называется весло асимметрик, а есть симметричные лопаты, асимметричные везли. Угол разворота. Значит, когда-то, лет 20 назад, не больше, и 30, угол разворота был почти всегда 90 градусов. Но потихонечку прогресс не стоит на месте. стали изучать как работают суставы во время грибка и пришли к выводу, что 90 градусов это многовато. И сейчас для обычной простой гребли используется разворот с меньшим грибком. у меня где-то где-то гребли 70-70. Ну, для так сказать, гребли в неспортивном режиме, да, не суперспортивном, когда не требуется таких экстремальных нагрузок, да, 90 градусов вполне допустимо, когда нагрузка на кисть, на сустав руки практически не ну, ничего не происходит с суставами, да, то есть все нормально. я греб 90-градусным разворотом больше 20 лет и ничего не произошло. Такого страшного. Ну, вот. Поэтому если хочется весло такое более универсальное, которое можно было бы развернуть, есть же весла, которые разборные, да, их можно под любым разворотом сделать, 90-0 градусов, в другую сторону 90, вот, под другой разворот правый или левый, то 90 градусов вполне допустимо для таких условий. Если же требуется более такие серьезные нагрузки, хорошая гребля, долгая, там, марафонские дистанции, хорошим приложением усилий, то лучше, конечно, делать разворот поменьше, градусов 75-80. Современные виды гребли, например, Родео на каяках, там разворот еще меньше, почти ноль, ну, там, индивидуально подбираются, в зависимости от стиля самого гребца. Раз уж пошло такое дело, давайте все расскажу немножко о простых гребках. Ну, простая прямая гребля, это всем понятно. Там мы гребем, как я уже говорил, и все тает, нижняя тянет прямой рукой. Что нужно понять, ревтоватого, полноценно вложиться в гребок не могу. Принцип понятия. Так вот, значит, есть такое понятие, как управляющие гребки. Дело в том, что новички, как правило, которые садятся в лодку первый раз или первые разы, первые шаги делают посвоение байдарочной гребки, управляют лодкой просто увеличением количества гребков с одной стороны. Допустим, надо им в одну сторону, они делают гребок раз, два, три, четыре, пока лодка не начнет разворачиваться. Дело в том, что эта-то лодка надувная, она хорошо разворачивается, то есть я могу одним гребком сделать разворот почти любой. А если лодка со штевнями, с рулем, со стабилизаторами, то развернуть ее одним гребком не удастся, приходится делать несколько гребков или даже табан с другой стороны, чтобы получился разворот. но это такие простейшие способы, которые не очень эффективны для управления лодкой. А чтобы это управление происходило более эффективно, нужно делать управляющий гребок такой, так называемый дуговой гребок. То есть во время начала гребка делать движение не вдоль лодки, а по дуге. То есть сначала в сторону, а потом под корму. То есть в сторону и под корму. В сторону и под корму. Вот. Такой грибок поворачивает лодку гораздо сильнее, чем обычный прямой грибок. Поэтому если вам нужно направлять лодку, не обязательно делать это с одной стороны несколько раз. Можно с одной стороны делать грибок дуговой вот так. И тогда лодка будет более эффективно поворачивать. То же самое можно делать не отталкивая нос лодки, как я показываю, отталкивая нос, тогда лодка пойдет в другую сторону. А наоборот притягивать нос во время грибка. Вот так. Притягиваем нос. И если это делает с одной стороны одно, а с другой стороны другое движение, то получается еще более эффективно. То есть с одной стороны я делаю отталкивание, а с другой притягивание. И получается что лодка поворачивает максимально эффективно. Ну, наиболее максимально поворот происходит, если делать дуговой грибок назад. То есть что это значит? Если надо очень резко развернуться, то надо сделать следующее. Повернуть весло назад, отвести и сделать дуговой грибок назад, оттолкнув корму. Вот так вот это движение. Это максимально разворачивается вот. Максимально. Но при этом происходит торможение. Если нужно это еще действительно перед каким-то препятствием отвернуть и затормозить, то лучше такого движения нету. Надо сделать движение и лодка останавливается и разворачивается. после этого можно от этого препятствия уехать. Такой грибок называется дуговой. Точно такой же грибок называется дуговой назад. А вот этот грибок, который притягивает к веслу, веслом притягивает нос, называется подтягивание. Это подтягивание. вот основные управляющие грибки, которые можно выучить самостоятельно. еще множество других, которые лучше разучивать под присмотром и советом знающего человека со стороны, который будет смотреть, показывать, рассказывать об ошибках и так далее. Вот ну например есть такое движение как сталкивание. Ну я не знаю насколько это интересно. Например надо часто славами оно использует. Например надо весло вставляется в воду сейчас еще раз покажу весло вставляется в воду и проводится вдоль лопаты таким образом чтобы поток набегал на тыльную сторону лопаты и древко при этом при этом давит на борт лодки и лодка смещается в противоположную от весла в сторону если это происходит движение в носу расположено весло то при этом лодка еще и поворачивает если это в центре то лодка смещается без смены курса вот например такое движение ну и их много управляющих грибков которые можно применять ну как правило это нет необходимости в обычной туристской деятельности такие такие грибки используем ну и надо понимать что не бывает управляющих грибков ну почти не бывает в чистом виде как правило этот грибок включает в себя элементы как обычного грибка который толкает лодку вперед так и так и управляющих ну например дуговой грибок тогда не обязательно его делать от носа до кормы дуговой можно сделать сначала немножко дуговой и дальше продолжить его обычным толкающим грибком вперед то же самое и подтягивающий грибок надо можно его сделать чуть-чуть сделать и сделать грибок дальше то же самое и с дуговыми назад с табанами например сделать грибок табан и чуть-чуть и все Лодка уже сменила направление То есть делает движение И дальше грибок пошел Обычно То есть все эти Грибки надо Дозировать, насколько нужно Управление сделать Зависит от От необходимости Смены курса От Поведения воды От скорости течения От наличия препятствий От много чего По мере обучения По мере набора опыта Все это Будет происходить автоматически Ну вот и все До свидания Спасибо за просмотр Если вам понравился семинар Ставьте лайки Если не понравился Можете поставить дизлайки Оставляйте комментарии И пишите, что бы вы хотели Еще обсудить С вами был Андрей Сонар И Сергей Петров Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok